Лиза Мадина. Я старший менеджер. Я вас всех приветствую на моем сегодняшнем вебинаре. И по традиции Лиза Джабраилова, наш уважаемый топ-лидер, всегда говорит, что не только говорит, но и делает. Значит, каждое свое выступление Лиза Джабраилова говорит, что она начинает с благодарности. Так вот, коль скоро я сегодня буду рассказывать о своем успехе в проекте Diamond, сотрудничая с компанией Reflame, Я хочу сказать огромное, невероятно большое спасибо моему спонсору Шукран Джабраиловой, которая меня все это время, и не только на пути моего успеха, но и сейчас, на данный момент, тоже меня поддерживает во всем. Мы с ней добрые друзья. Хочу сказать огромное спасибо тебе, Шукран. Хочу сказать спасибо нашему лидеру Лизе Джабраиловой, с которой, в принципе, все началось, и без которой этого всего и не было бы. И хочу сказать огромное спасибо нашим лидерам, которые делятся своим успехом, которые открыто делятся своими фишками, и которые, конечно же, помогают нам расти. Только коллективный опыт, только коллективные знания, например, мне самой лично помогли вырасти до уровня 22%. Скажите, пожалуйста, сегодня есть новички в вебинарной комнате? Если есть, поставьте плюсики. И, пожалуйста, поставьте те, кто находится, Ашура, сегодня новичок, те, кто находится на 3%, поставьте циферки 3, те, кто на 6, поставьте циферки 6. Ну, в общем, поставьте цифры, на каком уровне вы сейчас находитесь. Так, трехпроцентники. Адам у нас шестипроцентник. Поздравляю, Адам. В девятипроцентники менеджеры пошли. Восемнадцатипроцентники. Молодцы, девочки. В девятипроцентники. Менеджеров у нас очень много, кстати. Больше, чем трехпроцентников. Это хороший показатель. 22% Марина. Все, спасибо. Все, теперь понятно. Теперь понятно, какие уровни у нас и именно какой контингент. То есть это люди уже неплохо разбирающиеся в лестнице успеха, по крайней мере. Итак, начинаю свой вебинар. Как вы знаете, наша лестница успеха состоит из семи ступенек. Первая ступенька – это 3%. Я рассказываю о своем личном опыте. Когда я только пришла в проект, первый мой заказ, то есть в первом каталоге я сделала заказ на 150 баллов. И это, как вы знаете, 3%. Все, что я получила от этих 3%, это объем, как бы сказать, даже не объемная скидка, а разница между ценой каталога и ценой консультанта. То есть цена каталога минус 20%, вы знаете, да? Если вы занимаетесь продажем, и вы вот так вот зарабатываете. И, понимаете, так получилось, что я для себя дала слово, что если проект мне обещает без единой копейки, не вкладывая деньги, выйти на доход от 30 тысяч рублей каждые 3 недели, я себе дала слово, что я это сделаю. И, вы знаете, по-хорошему на себя разозлилась, потому что мое образование, все, что происходило в моей жизни вот на тот момент. Скажите, вот меня слышно, видно? Кто-то говорит, бота говорит, что видео пропало. Видно. Нет, я никого не виню, просто так сложилось. Может быть, какие-то мои личные качества мне помешали в этом. Может быть, мне просто суждено было попасть в проект Diamond. И вы знаете, вообще я очень много раз слышала, что в Reflame у каждого судьба разная. Вот. И люди по-разному растут. И смотрите, вот мой план успеха, он был каков? Я для себя дала слово, что каждый каталог после регистрации будет делать новый уровень. Ну, это было такое, знаете, и я про себя подумала, если я быстрее пройду лестницу успеха до уровня директор, то это хорошо. Но минимум, минимум, то, что я должна делать, это каждый каталог выходить на новый уровень. И вот на этом слайде вы видите, что первый каталог 3% это только я была. Дальше, следующий каталог, я как бы, ну, вливалась в процесс, изучала, рассматривала в этих WhatsApp-чатах, постоянно следила за событиями, и тратила очень много времени на WhatsApp-чатах, прочитывая все-все-все сообщения из всех чатов. Вот, и дальше до конца второго моего каталога оставалось 3 дня. И я вдруг проснулась, я на какую-то аудиозапись Ирсаны Магомадовой отреагировала, я думаю, а что же я делаю? Я теряю зря время. Вот, и таким образом за 3 дня я пригласила Петю и Амину, это мои близкие подруги. Мы с ними, мы с... я с ними, конечно, на тот момент не общалась, но по разным обстоятельствам. Просто, понимаете, первый ваш шаг, когда вы зарегистрируетесь, когда вы начинаете строить команду, вы в первую очередь рассматриваете список знакомых. И я все думала, а кого же я приглашу из своего списка знакомых? И вы знаете, я не стала всех приглашать, я просто перебирала у себя в голове, с кем бы мне приятно было бы вести мой бизнес. И это, конечно, оказались моя Петя и моя Амина. Вот, и скажу честно, вот они отнеслись сначала скептически, вот, но потом немножко влились в эту тему, да, и начали вместе со мной работать, постоянно задавать мне вопросы, звонить мне и так далее. И вот мы втроем в этот каталог сделали товарооборот на 400 нет. А, еще, смотрите, кроме них у меня еще были несколько человек, но я их не рассматривала как бизнес-партнеры, потому что это были люди, которые пришли на продукт. То есть это были, как вам сказать, потребители, да, на тот момент это были потребители, хотя, в принципе, я им рассказывала о бизнесе, но на второй каталог я уже поняла, что эти люди потребители. И, соответственно, из, вот, из пяти-шести, то есть шесть человек было уже в моей структуре зарегистрировано, вот, но кроме меня, Пети и Амины никто на бизнес не был сориентирован. Вот, соответственно, в этот каталог мы сделали общий товарооборот на 900 баллов. И я вышла на уровень 9%, вот это, в принципе, произошло буквально за три дня все. Вот, вы знаете, за несколько часов до закрытия этого каталога, в общем, нужно было оформлять заказы тех самых потребителей. Вот, и, соответственно, я была новичком и не знала, как искать СПО, не знала, как именно, вот, указывать, да, то есть оформлять заказы на кого, но это все методом пробы и ошибок, это все, в принципе, можно сделать, вот. Поэтому эти несколько дней, эти три дня для меня были очень напряженными, вот, и, соответственно, вот такая вот моральная такая нагрузка была сильная. И мне казалось тогда, что мне уровень 9% очень настолько он дался мне тяжело, что когда я выходила на 12, на 15%, на 18, на 22, я уже считала, что хуже, чем 9% уже не будет. Вот, и вот так вот, следующий каталог, соответственно, 20 человек у меня уже в команде, и я вышла на уровень 12%, дальше, следующий каталог, я вышла на 15%, в мой следующий каталог, опять-таки, на 18, и уже в следующем же очередным каталогом я выхожу на уровень 22%. Смотрите, какие показатели были у меня лично по моей персональной группе? То есть, что из этого значит? Каждый каталог у меня был прирост минимум 20 человек, да, и 70% из этих людей приглашала лично я. То есть, я рекрутировала с бешеной скоростью. Это были просто, наверное, безумные дни, тем более, ну, это была такая, да, круглосуточная работа, потому что я очень хотела выйти на 22%, вот, и каждый день по 5 презентаций. Каждый день я искала, перебирала у себя в голове, с кем бы можно было бы поговорить, кого бы можно было бы пригласить. И вот у меня получалось, что каждый человек минимум, ой, каждый каталог минимум 20 человек. У меня вот был прирост каждый каталог по 20 человек, соответственно, к 22% уже было 80 человек в моей персональной группе. Следующий показатель – это активность персональной группы. Если вы знаете, что такое активность персональной группы, это количество людей из тех людей, да, когда тех, кого вы пригласили и зарегистрировали, то есть это количество людей в общем, в долевом выражении, кто подает у вас заказы, да, кто оформил заказы. И вот у меня на тот момент, я помню, я еще смотрела в информационном листе, активность персональной группы была 67%. Следующий показатель – средний балловый заказ. То есть это количество баллов на количество баллов. И в общем средний балловый заказ у меня был где-то 99-100 баллов. Ну, 100 баллов люди по-любому набирали, потому что проходили нашу замечательную стартовую программу в 4 шага для получения таких вот замечательных подарков. Соответственно, кто-то делал, новички, конечно, делали на любой заказ, но дальше уже во втором каталоге люди начинали делать по 100 баллов. И вот такой вот был мой рост. Примерно за 4 месяца я вышла с 3% на уровень 22%. Я помню этот замечательный день вместе с Зариной Тепиевой. Мы на одной сцене нас поздравляли. Вы знаете, была такая эйфория. Прирост 20 человек. Ну, я же говорю, 70% из этих людей лично я пригласила. Но когда я уже вышла на уровень 15%, мне уже было легче, потому что люди, которые находятся в моей персональной группе, они начали приглашать. Мои бизнес-партнеры Амина, Петя, была еще Хава. Эти девочки тоже начали приглашать, и, соответственно, моя команда уже росла. Так, и смотрите, что я делала для того, чтобы... Ну, вот я рассказала, как я росла до уровня директора. Теперь я расскажу, что конкретно я для этого делала. Первое и самое важное, ну, один из важных моментов, который, он, конечно, немаловажен, потому что саморазвитие, самосовершенствование в любые времена, в любом деле, в любом бизнесе, в любой работе является основой, является фундаментом. Потому что бизнес кто делает? Вы делаете. Кто деньги должен получать, соответственно, вы должны получать. И кто, соответственно, должен развиваться? Конечно же, вы. И, ну, в принципе, учиться я всегда любила, читать я всегда любила, получать новую информацию я тоже всегда любила. И если я... у меня есть какой-то застой, я просто себя чувствую очень плохо бывает, если я не получаю новую информацию. Вот, и, соответственно, что я делала для того, чтобы выйти на уровень 22%? И, конечно же, я обучалась. То есть, мои источники обучения, это были мой спонсор, которому я безмерно благодарна, потому что 24 часа в сутки этот человек, Шукран Жабраилова, была для меня просто настолько доступна, она была настолько открыта, она была, вот, не знаю, такой радушный человек, и Ирсана Магомадова, ей тоже я могла задавать вопросы. Мадина Магомадова постоянно вот в наших чат-группах вот буквально разжевывала всю информацию, которая нужна. И, честно говоря, просто не выйти на 22%, это было, наверное, преступление перед этими людьми. Вот, и смотрите, далее, дальше уже пошло мое спонсоры, это источник внешний, как бы сказать, не внешний, но того обучения, которого от вас самих не зависит. Следующее, дальше уже пошли, пошло обучение, которое зависит только от меня. В каком смысле? В том смысле, что вы сами являетесь для себя стимулятором, чтобы изучать и получать новую информацию. Какие источники этой информации? То есть откуда можно брать вообще информацию для того, чтобы развиваться в нашем проекте, развиваться в нашем бизнесе? Смотрите, как вы только регистрируетесь, вы получаете доступ на свою собственную страничку. Вы, в принципе, получаете свой онлайн-магазин, который можете раскручивать, который можете сделать себе реферальную ссылку, продавать, можете быть продавцом и так далее. Какие угодно варианты здесь возможны для зарабатывания денег. Главное, ограничивается только вашей фантазией. И смотрите, там есть очень замечательный раздел обучения. Этот раздел вообще кладет знаний, потому что сама компания разработала этот раздел для того, чтобы мы туда заходили и всю нам нужную информацию оттуда получали. И смотрите, там постоянно идет обновление информации. И там не только такие традиционные методы работы, но там есть и самые современные и последние методы и технологии работы. Поэтому я очень вас прошу не игнорировать именно этот раздел и своих новичков, своих бизнес-партнеров приучать к тому, чтобы всю информацию там, именно в этом разделе изучать и соответственно передавать этот опыт своим потенциальным бизнес-партнерам. Следующее, ватсап-чаты, которые у нас постоянно кипят поздравлениями, информацией и так далее. Вот, на самом деле, очень хорошая вещь наши ватсап-чаты, потому что, во-первых, они поддерживают коммуникацию, а во-вторых, туда можно скидывать видео, сообщения, тексты, шаблоны, да все самое такое, что поддерживает наш бизнес. Вот, и, соответственно, не знаю, я настолько привыкла к ватсап-чату, что именно вот к приложению ватсап, да, что, например, вот мы сейчас переходим на Телеграм, и, ну, как-то некомфортно я себя чувствую, например, в Телеграме, да, но, в принципе, это дело привычки, но все же ватсап, это вообще что-то родное, особенно для Северного Кавказа. Марьям, это раздел на твоей личной страничке на сайте компании Арифлейм. Когда ты заходишь на свою страничку, ты в раздел обучения заходишь, и там полностью вся информация, именно касающаяся и просто консультантов, и менеджеров, и лидеров, вся информация там есть. Следующий источник обучения – это каналы в YouTube. У нашей замечательной Лизы Джабраилова есть очень насыщенный канал, поэтому набирайте в YouTube Лизы Джабраилова и смотрите видеоинструкции. Видеоинструкции, я очень люблю называть наши записи вебинаров видеоинструкции. Наши видеоинструкции. Следующее. Есть канал YouTube Ирсана Магомадовой, у Мадины Магомадовой тоже есть канал. У кого еще есть, к сожалению, я не в курсе. Вот. Если у кого-то есть, маякните, напишите. И смотрите, кроме того, что наши лидеры есть в YouTube, есть еще вообще российские лидеры в YouTube. То есть любую информацию можно найти в YouTube, и YouTube является тоже очень таким мощным источником информации. Ну, это понятно, Дагмара, что у Кусум Тагировой есть канал, конечно. Конечно, я имела в виду именно проект Diamond. Дальше. Вы знаете, когда я только пришла, с первым моим заказом мне пришла брачура в план мечты. План мечты – это такая брачура для меня стала отправной точкой, то есть я ее от корки до корки полностью изучила, весь маркетинг-план там представлен. Какие бонусы мы получаем, как мы получаем машину, денежные вознаграждения и так далее. Все это было расписано именно в плане мечты. И вы знаете, настолько профессионально это сделано, визуализировано вот в этой брачуре информация, что вот просто у тебя, когда ты начинаешь все это читать, изучать, у тебя просто в голове уже рождается готовый бизнес-план. Да, это который с лестницы успеха. Рождается готовый бизнес-план, по которому, в принципе, дальше уже нетрудно абсолютно расти. И смотрите, что я поняла после того, как некоторое время начала обучаться, и после того, как я выросла. Я поняла, что каждый человек созревает в разное время. Для кому-то требуется, не знаю, от одного до нескольких часов замотивироваться и начать действовать. Кому-то необходимо самому сначала все прощупать, все изучить, все моменты, все нюансы, да, и только потом принять решение. Но всегда после принятия решения, когда вы примете решение действовать или нет, после того, как вы примете это решение, успех обязательно будет. И смотрите, расхожее мнение, вот я сталкивалась часто, вот если вы сталкивались с такой проблемой, которую я сейчас озвучу, пожалуйста, поставьте плюсики. Эта проблема состоит в том, что новички считают, что после того, как они придут в проект, они сразу, как вот в работе по найму, сразу начнут получать свои доходы. Нет, это неправда. В любом традиционном бизнесе для того, чтобы сначала окупить этот проект, необходимо полгода, год, два года, иной раз три года. У меня есть опыт написания бизнес-планов для разных организаций. И вы знаете, даже самые доходные, доходный бизнес, он требует, у него есть срок окупаемости. Есть такой показатель, как срок окупаемости или рентабельности проекта. Вот, и этот срок окупаемости, я рассматривала очень прибыльный бизнес. Есть сейчас такая тема, как бои без правил. Вот именно по такой теме я писала бизнес-план, и вы знаете, там были огромные доходы, но, соответственно, там были огромные вложения, и, соответственно, срок окупаемости тоже был полтора года. Представляете, построив такой бизнес, вложив такие огромные деньги, срок окупаемости этого бизнеса полтора года. Ну, это вот просто нереально настолько. А вот представьте, если в проекте Diamond с компанией Reflame усердно, круглосуточно, как бы вы работали в традиционном бизнесе, полностью погрузившись в это дело, работать полтора года, какого результата можно добиться, каких доходов можно добиться. Можно стать как минимум бриллиантовым директором. Наша Ирсаночка Магомадова, дорогая, замечательная, самая лучшая, добилась этих результатов всего лишь за полгода. Понимаете? И она говорит, что она работала круглосуточно. Вот, и, соответственно, соответственно, что я хочу вообще из всего этого сказать? Для результата нужно время. Время наш главный ресурс. И, соответственно, вы знаете, когда вы растете от 3% до уровня 22%, этого времени кажется настолько мало, что вот вы начинаете жалеть, что в сутках 24 часа. Потому что постоянно хочется, просто когда вы приглашаете новичка, для того, чтобы он влился вот в работу, ему нужно время. А вам-то надо расти, вам-то надо быстренько, чтобы этот человек делал свой личный товар, оборот, чтобы он начал приглашать. Вам-то это быстро нужно. Соответственно, у вас нет терпения, вам кажется, что очень мало времени. Вот, и понимаете, для того, чтобы вырасти до уровня директора, тоже нужно время. Но вот у нас есть доказательства, что за 45 дней Хэда Мусханова достигла уровня 22%. Это тоже возможно. 45 дней – это очень мало. Это просто, ну, это полтора месяца, можно сказать. Следующее. И еще один момент хочу сказать, что когда вы доходите до уровня 22%, вообще в компании Reflames только начинается. Потому что вот, когда я только пришла, когда была на 3%, для меня 22% был такой недосягаемый просто уровень, такая планка, что я думала, вот я выйду на 22%, начну зарабатывать каждые 3 недели. Вау, 30 тысяч рублей каждые 3 недели – это даже не месяц. То есть у меня мышление работника по найму, потому что я работала по найму. У меня такое мышление, что я до сих пор зарабатывала каждый месяц 15 тысяч рублей, а сейчас я буду каждые 3 недели зарабатывать 30 тысяч рублей. так это вообще счастье. Вот, я думала. И вот такое вот у меня было мышление. Но сейчас, слава Богу, слава Аллаху, это мышление у меня позади, я его выкинула напрочь из головы, и сейчас я онлайн-предприниматель. Следующее, что я делаю для того, чтобы выйти на уровень директор. Смотрите, личное потребление. Не мы с вами придумали такое понятие, как личное потребление. Раз мы сотрудничаем с компанией Reflame, нам необходимо сделать так, чтобы товар компании Reflame, продукция компании Reflame, она продавалась. Вообще, мы себя позиционируем как онлайн-предприниматели, которые сотрудничают с компанией Reflame, которые не занимаются продажами, которые потребляют для себя продукцию компании, соответственно, приглашают людей делать то же самое. Но смотрите, на тот момент, и я думаю, что поставьте плюсы, кто пришел в проект, и у него не было возможности делать свой личный товарооборот, ну, делай заказы для себя, для своей семьи. Поставьте плюсы. Я была одним из этих людей, да, я была такой, то есть у меня не было денег. Собственно, поэтому я искала работу, я искала заработок, потому что я была в декретном отпуске, и мне нужны просто, нужны были просто-напросто деньги. Вот, и проект Diamond мне это обещал. Вот, Ирсана мне сказала прямо, что можно зарабатывать, не вкладывая. Я спросила, как, я поняла, как это делать. Вот видите, сколько много людей. Зелем, Залина, Фариза, Зура, Залина, Наида, Тоита. Тоита много плюсов поставила. И как я это делала? Как я делала личный товарооборот, не потребляя для себя? Первое, потребление было для моих родных, для близких, и, соответственно, я делилась 20% скидкой своей, то есть это разница между ценами каталоги, ценами консультантов. Следующее, я заказывала продукцию для соседей, которые, соответственно, у меня, через меня, не у меня, я не люблю заговорить, что у меня заказывают. Заказывают через меня. Вот. И на соседях, собственно, я и начала зарабатывать свои первые деньги в компании Reflame. Да, это тоже была 20% разница, и я ее просто себе ложила в карман, эту разницу. Вот, следующее. И вот смотрите, я вот в этом слайде для себя написала в последнюю очередь. Почему? Потому что вот те деньги, которые, когда у меня заказывали соседи, соответственно, я им предлагала по ценам, которые находятся в каталоге, правильно? Представлены в каталоге. И 20% от этих цен у меня оставались. Вот. И вот на эти 20% я и брала для себя продукцию. То есть, понимаете, что мне дал проект Diamond? Во-первых, это интересный перспективный бизнес, интересное занятие, много знакомств. Плюс еще у меня появилась тушь, которой до сих пор не было, честно признаюсь, она у меня закончилась, и я... Ну, не было у меня денег, чтобы ее купить. У меня появилась тоналка, помада, еще какие-то, да, прелести, которые нужны, необходимы женщинам. Они просто необходимы, но женщина без них не может. Вот. То есть... То есть, соответственно, я получила вот возможность за собой ухаживать. Да, это огромный плюс для женщины. Следующее. И вообще, как... Каким образом, то есть, какими инструментами я пользовалась, чтобы, собственно, и собирать заказы для разных близких и для соседей. Первое, конечно, традиционно я раздавала живые каталоги, но моя фишка была в чем? В том, что... Вот пришли мне каталоги, да, вот я буду сейчас рассказывать на нынешнем примере, да. Сейчас текущий каталог, каталог номер 14, правильно? Сейчас, вот завтра я заберу свой заказ, и мне... У меня будут каталоги номер 15. Правильно? И, соответственно, я просто-напросто этот 15-й каталог раздам. Сейчас, именно сейчас. Потому что заранее я, соответственно, соберу заказы, вот, и в первый же день, когда начнется 15-й каталог, я оформлю свой заказ. Вот, соответственно, у меня просто получается, что... Получается, что я заранее собирала эти заказы, ну, я фанатично этим занималась, честно говоря, и поэтому у меня получалось сделать не только 150 баллов, но и 300 баллов. И, честно говоря, сейчас я удивляюсь, когда люди говорят, что не получается делать личный товарооборот. Ну, если не получается, значит, вы для этого ничего не делаете. Далее. Рассылала обязательно электронный каталог, потому что я сразу всех предупредила. сказала вот своим родственникам, подружкам и так далее, сказала, что я теперь в Арифлейм, хотите или нет, я каждый каталог буду вам присылать. Хотите, смотрите, не хотите, не смотрите, но в любом случае я свою работу буду делать. Вот. И, в принципе, я не называла это тем, что я этим людям навязываюсь, просто на самом деле я им желала добра. Я знала, что продукция качественная, я знала, что бывают скидки. И, соответственно, я этим людям желаю добра, и я им скидываю каждый каталог новую ссылку на новый каталог. Следующее. Очень интересный метод делать выборку из каталога наиболее выгодных покупок. Я всегда делаю коллажи этих выгодных покупок. Вот. И делаю прайс-обзор. Прайс-обзор – это полностью выписываю все цены, цены без скидок и цены со скидками. И показываю выгоду, когда человек именно покупает именно те средства, которые я прислала в коллаже. То есть я показываю, что я желаю добра этому человеку, соответственно, я ему предлагаю только те продукты, на которые большая, огромная скидка. А в нашем каталоге действительно бывает через два, через три каталога на одну и ту же продукцию скидка. В одном каталоге есть скидка, в другом каталоге нет скидки. Вот таким вот образом происходит. Вот. И есть буквально несколько человек, которых я могу пересчитать по пальцам. Не знаю, плохо это или хорошо, это вам судить, что эти люди, они являются для меня очень дорогими, очень близкими. И, соответственно, с этими людьми я делюсь не только 20-ти процентной скидкой, но и своей объемной скидкой, потому что я их, ну, я их люблю. Вот и все. И, соответственно, вот таким вот образом сочетание вот всех вот этих вот моих инструментов, я так скажу, и происходит формирование моего личного товарооборота самого первого каталога, когда я пришла в проект. И, не знаю, до сих пор этот метод действует и действует очень хорошо. Следующее. Бабдул Мансур, Бабдул. Следующее, что я делала для того, чтобы выйти на уровень 22 процента. Я строила команду. Как бы банально это ни звучало, я занималась построением своей структуры. Вот, без построения структуры у вас доходов не будет. Вы не сможете зарабатывать 30 тысяч каждые 3 недели, и уж тем более не сможете получать большие бонусы, и уж тем более не сможете путешествовать вместе с компанией Reflame. Итак, какие методы приглашения я использовала? Большей частью это был офлайн. Меньшей частью это был онлайн. Вот, скажу честно, онлайн у меня на тот момент не получалось, потому что для этого были ограничения со стороны моей семьи. Ну, я девушка замужняя, вот, и среди родственников, ну, не принято было сидеть в руках с телефоном, а я всегда должна была быть, и сейчас должна быть на виду, вот, у всех. Вот, соответственно, я уйти куда-то уединиться и работать я не могла, соответственно, я использовалась теми методами, которые были мне доступны. А именно, я выходила на прогулку со своим ребенком, и более-менее симпатичные люди, бывают на улице, во что вам встречаются. Вот, я к ним подходила и говорила, я консультант компании Reflame, не хотите ли вы присоединиться в мою команду, не хотите ли вы начать зарабатывать, покупать продукцию качественную, с большими скидками, и так далее. Вот я сейчас рассказываю. Вот, банально. Ничего сверхъестественного я не придумала, говорила, как есть. Вот, делилась своими, своими, как бы сказать, эмоциями, потому что на тот момент я была настолько вот воодушевлена и хотела улыбаться, хотя глаза горели. Вот, почему я все в прошлом времени, да, ну, и сейчас горят, вот. Ну, я буду говорить, что когда я выйду на уровень золота или бриллианта, буду говорить в прошлом времени о том времени, когда я была на 22%. Вот, и смотрите. Да, я же о прошлом говорю, Зарина. Вот, и смотрите. Мой результат это сочетание методов оффлайн и онлайн. Ну, все-таки я по настоятельным рекомендациям нашей Ирсаночки и Шукран я работала, плюс еще начала раскручивать страничку в Инстаграм. Вот, и раскручивая свою страницу, честно, вот я сейчас не помню количество людей, которых я пригласила из Инстаграм, ну, это было где-то человек 30, да, человек 30, остальные все люди это оффлайн. Вот, и смотрите, как я формировала команду оффлайн. Первое, сначала я обзвонила всех своих потенциальных бизнес-партнеров, да, именно тех людей, с которыми, в принципе, мне было бы приятно работать. Это мои знакомые, мои близкие, родственники, друзья и так далее. Вот. Следующий оффлайн метод, который я использовала, это мы с Петей как-то сделали листовки, полностью расписали свои, вот, именно то мы, что мы получаем в нашем проекте Diamond, и просто сделали такой эксперимент, сделали 100 листовок и раздали их на улицы, то есть это был наш такой флешмоб. Вот. И результат от этой раздачи 100 листовок 2 регистрации. Ну, в принципе, мы на это потратили всего 2 часа, но зато получили 2 регистрации. Вот. И вы знаете, это был очень такой солнечный день, хотя было немного прохладно, но было очень приятно вместе с Петей прогуляться, раздавать эти листовки, то есть это был, была такая отдушина, знаете, потому что ты сидишь постоянно дома, а тут ты вышел, раздал листовки, погулял по красивому городу, пообщался там с девушками красивыми, особенно для парней, да, это актуальный, актуальный метод для приглашения в команду, вот, поэтому этот метод, в принципе, он тоже работает, то есть просто для любого метода нужно постоянство, если бы мы с ней каждый день раздавали листовки, мы спокойно, мы могли бы вырасти, в принципе, на этом. Вот, Залин, я в проекте уже почти 9 месяцев, да. следующее, еще один метод оффлайн, о котором я хотела сказать, о нем, да, я о нем уже сказала, на улице, когда я выходила в магазин еще куда-то, еще куда-то, в маршрутке, еще где-то, ну, везде я рассказывала о проекте, везде людей приглашала, вот, онлайн, онлайн я раскручивала свою инста-страницу, я добавляла фотографии, наши общие, командные, личные, вот, но на тот момент я еще не знала, что такое личный бренд, вот, это было еще только начало, соответственно, личного бренда у меня не было, но вот смотрите, раскручивая свою инста-страницу, вот, что я делала, в основном я писала в директ, и, конечно же, в основном я оставляла комментарии в пабликах, то есть, я смотрю страничку, на которую подписано очень много людей, вот, и смотрю в этих публикациях, то есть, в пабликах этой, именно в страничке, если много комментариев, где много комментариев, туда я и ставлю, свое приглашение на работу, то есть, был такой текст, приглашаю на свою страницу для того, чтобы вы узнали информацию, как зарабатывать в сети, вот, примерно такой текст у меня был, вот, не знаю, сейчас, конечно, знаю все, как бы сказать, такой, правила в инстаграм, все вот морально-этические, да, правила, то, что я делала, это я очень жестко нарушала, нарушала именно личное пространство других людей, то есть, я совершала, в принципе, совершала, ну, преступления, да, по отношению к этим людям, сейчас я это понимаю, но, в принципе, эти методы работали, этими, благодаря этому методу, я же собрала 30 человек из инстаграм, которые в дальнейшем, в дальнейшем, я с ними, и сейчас работаю с этими людьми, вот, но сейчас я так не делаю, я строго по нашим, нашим правилам раскрутки, я раскручиваю свою страничку, вот, и смотрите, вот такие вот методы я использовала, следующее, хочу дать напоследок всем совет, если вы сформировали команду, хотя бы в 20 человек, становитесь лидером, учитесь быть лидером, потому что это тоже большая работа, вы знаете, лидер это тот человек, который берет на себя ответственность, то есть, вы пригласили людей в команду, просто недостаточно пригласить людей и сказать, вот, начни зарабатывать, вам нужно сопровождать этих людей 200 дней минимум, то есть, довести этих людей до результата, помогать им, не только расти, но морально помогать, и так далее, вот, следующее, я смотрю там в чате, какие-то вещи, но я не успеваю пока читать, потом прочту ваше сообщение, учиться быть лидером, у нас очень много примеров, наши лидеры, от которых можно учиться, которые, в принципе, нам дают всевозможные советы для того, чтобы быть лидерами, да, то есть, все ресурсы у нас есть, главное, главное желание, вот, и что я хочу сказать, может быть, кто-то скажет, ой, у меня темперамент, ну, такой, не темпераментный я человек, я не смогу стать лидером, и так далее, вот, по итогам 14-го каталога, Ася Ховхарова закрыла уровень директора, звание директора закрыла, и Ася настолько спокойный, настолько такой, ну, она как удав, вот, и она закрыла уровень директора, и вы знаете, не обязательно быть шумным, не обязательно быть строптивым, не обязательно быть вредным для того, чтобы быть лидером, можно быть тактичным, можно быть тихим, можно быть учтивым, но все-таки быть лидером для своей команды, вот даже просто посмотрите на Владимира Полежаева, какой у него темперамент, вот, и вы все поймете, вот, и еще один совет, никогда, никогда не прекращайте рекрутировать, рекрутинг, даже если вы находитесь на 3%, и даже если вы находитесь на уровне исполнительного директора, вы постоянно должны рекрутировать, только так вы будете поддерживать свой уровень, только так вы будете расти, и только так вы будете выращивать под собой лидеров. И, конечно, самое важное, все ваши доходы, большие доходы, вместе с компанией Reflame, вы начинаете зарабатывать только тогда, когда выращиваете лидеров, то есть помогаете другим людям становиться лидерами. Вот. Вот, в принципе, все мои советы, вся моя информация, и, в принципе, мой опыт. Вот. Теперь я жду от вас вопросы. Кому что непонятно. Может быть, кто-то хочет, не знаю, своим опытом поделиться. Может быть, что-то у вас не получается. Задавайте вопросы. Не за что. Фатим, смотри, что я говорила насчет обучения. Вот ты сейчас задаешь вопрос, а как рекрутировать в Инстаграм, я не понимаю. Смотри, для того, чтобы расти, тебе нужно иметь внутреннее желание развиваться. Каким образом ты можешь развиваться? Ты должна обучаться. Какие инструменты для обучения у тебя есть? Это твоя страничка, твоя консультанта, раздел обучения. Это YouTube-каналы наших лидеров. И вот смотри, когда ты зайдешь на YouTube-канал, там много видеоинструкций, как раскручивать инста-страницу. Вот. Соответственно, сейчас ты делаешь этот вывод. Идешь после вебинара, идешь на, на канал YouTube, и там смотришь, как раскручивать инста-страничку. Огромное вам спасибо за такие добрые пожелания. Спасибо. Да, президента взять мне бы не помешало сейчас. В ближайшее время. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Вы знаете, то, что я сейчас улыбаюсь, то, что вам понравился вебинар, это все заслуга Ирсаны Магомадовой. Ирсан, спасибо тебе за советы. Видишь, я хороший ученик, я учусь. Ну все, тогда я отключаюсь. Всем спасибо.